С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Ненецкий округ доставлены бюллетени для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Как заявил президент Владимир Путин, оно может состояться уже 1 июля. День защиты детей отпраздновали воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Поздравить ребят приехал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Творчество не имеет границ. Закрытие сезона Дворца культуры Арктика пройдет в непривычном для зрителей формате. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начало общероссийского голосования по поправкам Конституции России 1 июля является безупречным с юридической точки зрения вариантом, считает президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, с юридической точки зрения эта дата является безупречной. Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. Тем временем в Ненецкий округ доставлены бюллетени для общероссийского голосования. Бюллетени были отпечатаны в открытом акционерном обществе издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера». Всего отпечатано 33 952 бюллетеня по количеству избирателей, зарегистрированных на 1 января 2020 года. Из них 17 238 бюллетеней предназначены для голосования с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. КАИ планируется использовать на всех 15 избирательных участках города Нарьинмара. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа за прошедшие сутки не выявлено. По информации окружного профильного департамента, всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19. При этом на сегодняшний день активны только 42 случая. 31 пациент успешно прошел лечение. По данным на утро 1 июня, стационарное лечение проходит 19 пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно 22 пациента, в том числе 19 на Варандее и 3 на месторождении имени Титова. Один пациент с нефтяной промплощадки продолжает лечиться в стационаре Усинской ЦРБ. На самоизоляции в домашних условиях находится 386 человек, в обсерваторе 10. С начала пандемии снято с контроля 1021 человек, 23 за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 124 человека. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненинского округа проведено 2829 исследований на коронавирус, 35 за последние сутки. Напомню, до 14 июня в регионе продлен режим повышенной готовности, продолжает действовать масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно при нахождении в местах общего пользования, организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях. И теперь информация о паводке. По состоянию на 1 июня на Нижней Печоре наблюдается понижение уровней воды. В границах Ненинского округа произошло формирование максимальных уровней воды на отметках выше среднемноголетних значений на 30-100 сантиметров. На реке Печора по гидрологическим постам Щильеюр, Уссиль, Майормицы, Великовисочная и Оксина уровни воды превышают критерии неблагоприятных отметок. В то же время, как сообщает Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьинмар, постепенно превышение уменьшается. Освобождение территорий, попавших в затопление в районе села Тошвиска и Великовисочная, ожидается к концу первой декады июня. По данным гидрологического бюллетеня на утро 1 июня в Великовисочном уровень воды медленно, но идет на спад. Вода достигла отметки 884 сантиметра. В Оксина также незначительное понижение – минус 3 сантиметра за сутки, уровень воды на отметке 762 сантиметра. В Андиге – 551 сантиметр, в Осколково – 554. На 38 сантиметров отмечается понижение уровня воды в населенных пунктах Харута и Коткино. Здесь 504 и 399 сантиметров соответственно. В районе Нарьинмара – 565 сантиметров, минус 3 сантиметра за сутки. 1 июня свой праздник отмечает подрастающее поколение. Традиционно в Международный день защиты детей в нашей стране проходят развлекательные мероприятия. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции программу пришлось скорректировать с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических мер. Не стал исключением и Ненецкий автономный округ. В нашем регионе центром праздничных событий стали главная площадь Нарьинмара – Марацей и центральная площадь поселка Искателей. Вместо привычного концерта с участием творческих коллективов округа показ их выступлений в записи и трансляция детских мультфильмов на главном экране Дворца культуры Арктика. Создать праздничную атмосферу помогли индивидуальные предприниматели для развлечения детей, электромобили, самокаты и батуты. В центре внимания сегодня главные виновники праздника – дети. Праздник детства сегодня отметили ребята Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Для воспитанников организовали игровые площадки, танцы и не только. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Танцевальный флешмоб дает старт празднику детства. Коллектив Центра развития и досуга элит разучили с малышами базовые движения. На площадке нашего дома для детей организованы танцевальные, игровые и познавательные островки. На праздник вместе с гостями, соблюдая социальную дистанцию, вышли около 30 ребят. Благодаря сообществу женщин в Франции был организован и создан праздник Международный день защиты детей. Основная цель, которая – привлечь внимание взрослых к трудностям, проблемам жизненным. Нашей самой маленькой незащищенной категории – это дети. И вот сегодня мы, невзирая, несмотря на то, что у нас такая сложная эпидемобстановка в стране и во всем мире, мы не лишаем этого праздника наших детей, потому что мы должны защитить их от этой информации. Мы должны создать им такие условия, чтобы детство продолжалось, несмотря ни на какие условия нашей жизни, проблемы нашей жизни и трудности. В преддверии праздника воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом» смастерили своими руками небольшие подарки и разместили их на заборе вокруг здания. Любой ребенок, проходя мимо нашего дома, понимает, что здесь тоже живут дети, которые хотят жить в семье, и что они дарят свои подарки, свое тепло, свое понимание этой жизни всем детям нашего города. Они привлекают внимание, потому что сегодня праздник, несмотря ни на что, в каких бы условиях ребенок ни жил, это его праздник, и он надеется на то, что вот наш ребенок, что когда-нибудь идти на него, обратят внимание и возьмут свою семью. Поздравить юных жителей пришли и представители власти. В Рио губернатора Нинецкого округа Юрий Бездудный вручил ребятам подарки и торты по случаю праздника. Еще один полезный подарок для воспитанников подготовили недропользователи. Малыши остались довольны. Во-первых, я хочу всех поздравить с международным праздником защиты детей. От чего мы защищаем детей? От всего страшного, что происходит в нашем мире. И это праздник, напоминание нам взрослым о том, что самое лучшее, что у нас есть, это дети. И что наша ответственность, огромная ответственность каждого взрослого, сделать так, чтобы детский мир был наполнен смехом, радостью, чтобы он был ласковым и добрым. Добавлю, по завершению праздника ребятам выдали грамоты и дипломы за участие в различных мероприятиях. Наталья Дуркина, Владислав Москин, Телеканал «Север». Устали ждать милости от властей, сделали своими руками. Жители микрорайона Центральный начали благоустраивать детскую площадку. После того, как их многочисленные просьбы об обустройстве игрового городка остались без ответа, родители взяли инициативу в свои руки. Ольга Русул продолжит. Что нам снег, что нам зной. Несмотря на противный моросящий дождик, на детской площадке кипит работа. Стойкие к непогоде папы вооружились инструментами и творят для своих детей радость. Мы делаем площадку, потому что тут вот эти только, и тут нет, было только никакой площадки. Вот мы начали делать. Эту площадку мы строили, мы все вместе строили, и я бы очень сильно хотела, чтобы здесь еще построили горки и небольшой кораблик. Намного больше горок, какие-нибудь турники поставить, тренажеры, как на какой-нибудь замок большой из дерева сделать. На месте этой площадки еще лет 30 назад были установлены металлические качели-лестницы. Последнюю карусель в целях безопасности спилили пару лет назад. После этого жильцы домов многократно обращались в управляющую компанию с просьбой поставить городок для детей, сделать горку. Но все просьбы оставались без ответа. Зимой я хотел сделать здесь горку для детей снежную. У меня были все возможности просто привезти и самому сделать. Я звонил в управляющую компанию, спрашивал, они говорят, мы не можем ничего сделать с этим. К трактористу подходил здесь, который убирал снег. Он говорит, я тоже не могу без управляющей компании. И в итоге мы остались без горки. Итак, сначала ходили мы тут и опрашивали людей и тому подобное, чтобы нам сделали и управляющую компанию, чтобы сделали сюда какую-то, облагородили эту территорию. Потому что, ну, а так мы устали просто смотреть на эту серость. Площадка большая. Ничего здесь нету. Детям некуда бегать, играть. Все время стараются бежать на какие-то другие горки. Ну, почему бы и не сделать в нашем дворе. Родители решили сделать детям подарок игровую площадку своими руками. Собрались инициативные группы и приступили к работе. Материалы для площадки собирали всем миром. Что-то купили, что-то отдали добрые люди даром. От пила материала зависит. Вот, допустим, вот нашел я брус, он стал самолетом. То есть, вот, был бы чуть подлиннее, он стал бы там, это как его, качелью. На качель потом уже тоже добрые люди, оказывается, есть, когда начинаешь людей спрашивать. И для хорошего дела они не отказывают. Где-то какие-то предприниматели помогли с пиломатериалом и тому подобное. И вот, миру по нитке, вот собираем, вот оттуда и все. Работают по выходным. Во двор выходит кто-то один, а потом подтягиваются остальные. Пилят, красят, творят. Дети радуются, мы вообще сами не ожидали, дети прибегают. Еще родители детей тоже прибегают со всех домов, помогают. Родители там мусор с детьми убирают, кто-то подбегает, давайте мы покрасим, кто-то предлагает помощь. Мы сами не ожидали, что так получится. Инициативные родители планируют облагородить пустующие углы площадки, поставить несколько архитектурных форм. Ольга Русул, Влад Ткачев, телеканал «Север». 30 школьников Ненинского округа завершили учебный год в Яндекс.Лицеи. Образовательный процесс был организован на базе Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова. Там же сегодня подвели итоги первого года обучения. Мероприятие прошло в онлайн-режиме на площадке Zoom, которая объединила учеников Яндекс.Лицея, преподавателей и специалистов профильных департаментов Ненинского округа. Мария Даник продолжит. Десятиклассника из первой школы Яндекс.Лицеиста в Ненинском округе Сергея Фофанова называют самородком. По итогам первого года обучения парень набрал почти 124 балла из 125 возможных. Ну, почти все проекты были хорошие. Ну, они нелегкие. Просто там было... Надо писать меньше кода и больше думать. А последние проекты, за которые я не получил баллы и не набрал максимум, это проекты, где нужно было писать большие объемы кода. И мне это делать лень. Однако лень и скромность не помешали Сергею оказаться в числе лидеров не только по итогам обучения, но и в топе 50 лучших студентов Яндекс.Лицея по результатам Олимпиад, проводимых в течение учебного года. Я безумно горда, что у нас есть такие студенты, что у нас есть такие дети, и это действительно талант. Преподаватель Яндекс.Лицея Елена Карельская отмечает, что за первый год обучения каждый ученик стал более продвинутым в сфере IT-программирования. Каждый из наших лицеистов, наверное, прокачался в программировании. И думаю, что они сами понимают, что они уже, в принципе, на голову выше своих одноклассников именно в программировании. Я думаю, что этот год для них прошел абсолютно не зря. Педагоги Яндекс.Лицея – одни из главных мотиваторов, признаются ученики. Во многом, благодаря им, все 30 лицеистов дошли до конца. В лицее, он помогает что-то делать. Если человек сам учится как-то, то он может забросить или где-то туда пойти, и у него все сломается. А в лицее ты с учителем работаешь, он тебе помогает, подбадривает, ты вот так учишься, и у тебя все получается. В рамках первого курса Яндекс.Лицея обучающиеся постигали азы базового программирования, которое от школьной программы отличает наличие более углубленных задач. Дополнительным испытанием для лицеистов стал переход учебных заведений, в том числе и Яндекс.Лицея, на дистанционный формат. Год пролетел очень быстро, но я понимаю, что загруженность ребят была колоссальной. Я знаю, что ребятам приходилось заниматься, выполнять домашнюю работу, самостоятельную работу, и в выходные дни по 12, по 15 часов в день. Мы хотим сегодня поблагодарить наших ребят. Я знаю, что они выкладывались. За успешно пройденную программу первого года обучения ученики получат сертификаты. У самородка Сергея Фофанова сертификат будет с отличительной оранжевой наклейкой. Он придет, к сожалению, только в сентябре, вместе с сувенирной продукцией. Поэтому в сентябре мы еще раз вас пригласим в наше учебное заведение, Нинецкий аграрно-экономический техникум, для того, чтобы вручить данные сертификаты. Обучение на втором курсе Яндекс.Лицея в Нинецком округе продолжит 18 ребят, набравших в рейтинге не менее 45 баллов. В следующем году им предстоит создать собственные проекты с применением языка программирования Python. Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Закрытие творческого сезона в пустом зрительном зале. Из-за пандемии коронавируса впервые за 75 лет работы главного культурного центра нашего региона коллективы Дворца культуры Арктика покажут номера в формате онлайн-концерта, который пройдет 5 июня. О времени организаторы сообщат в официальной группе Дворца культуры Арктика. Далее все подробности. В зрительном зале Дворца культуры Арктика пусто. На своих привычных местах лишь сотрудники и неизменные ведущие всех городских мероприятий. Именно в таком формате пройдет заключительный концерт творческого сезона. Ну это на самом деле очень-очень непривычно, потому что мы привыкли к аплодисментам, мы привыкли ко всеобщему одобрению. Нам это очень льстит и очень нравится. Но мы искренне надеемся, что и такой формат тоже понравится. Но не хотелось бы к нему очень сильно привыкать, потому что хотелось бы уже наконец-то встретиться со зрителями лицом к лицу. То есть нам это нравится больше, мы для этого сюда и пришли работать. В период самоизоляции работа коллективов не прекращалась. Некоторые номера ставили в онлайн-режиме и записывали прямо на улице. На самом деле очень сложно, потому что реально нет никакой энергии от зрителя, нет отдачи. Но зато мы находим какие-то новые решения, новые способы и учимся чему-то новому. Потому что для вас это может быть привычно, а для нас это прямо в новинку. И ты уже на месте понимаешь, что обычные нам привычные вещи делаются абсолютно по-другому. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, творческий сезон был отработан лишь наполовину. И как говорят организаторы, именно на закрытие сезона перед ними стоит задача выложиться по полной. Не обойдется и без традиционных добрых шуток и сюрпризов. Даже когда мы делали пролог к этому концерту, мы понимали, что вот он зритель, и вот он видит только картинку. То есть здесь нет никаких технических средств, которые мы можем использовать на сцене. А это вот есть человек, есть камера и есть мысль. И ее нужно как-то донести, чтобы это было интересно и чтобы это было в тему. Но даже несмотря на продиктованной ситуации формат концерта, организаторы обещают сделать так, чтобы юбилейный сезон остался в памяти жителей нашего региона. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полартранс». Академия «Полартранс»